И вот введение вот этих двух матриц как раз и является следствием того, что коэффициент при х1 это вот будет d, а свободный член в этом уравнении будет уже d1, то есть определитель вот этой матрицы. Ну а далее, вы видите, точно так же поступая уже еще раз с определением неизвестной х2, легко заметить, что если это умножить на а минус а, значит, 2,1, а это на а2,2, то вы это на а1,1, то тогда вы получите точно такое же выражение перед х2, что здесь записано. Видите, вот стоит d. Точно такое же получите. А с правой части вы получите а,1,1 на b,2 минус b,1 на а,2,1. Еще раз повторяю, что полученная система эквивалентна, ну или равносильна исходной системе. Но там есть принципиальное отличие. Если в исходной системе в каждом уравнении содержатся и х1, и х2, то в этой системе в первом уравнении только х1, а во втором только х2. Мы добились этого за счет исключения, соответственно, неизвестных х2 и х1. А решать эти системы, вот эту систему, уже намного проще. Можно разделить на d1, но при условии, что d отлично от нуля. Так как вы понимаете, что на 0 делить нельзя, то рассмотрим два случая. Первый случай – d не равно нулю. Если d не равно нулю, то разделив на него обе части первого уравнения и второго уравнения, мы получим х1 равняется d1 на d. Соответственно, d2 на d. А вот если определитель равен нулю, то тут возникает два возможных случая. Значит, сначала остановим свое внимание на случай, когда d не равно нулю. Это самый главный и приятный для нас результат. Значит, решение дается в виде вот такого дроби. В числителе стоит d1, а здесь d, а здесь в числителе d2, в знаменателе d. Значит, сейчас я сформулирую теорему Крамера. Теорема Крамера, которая и выражает этот результат. Значит, она звучит так. Если определитель системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными отличен от нуля, то система совместно и имеет единственное решение. То система совместно и имеет единственное решение. Это первое предложение теоремы. А второе предложение раскрывает уже структуру для каждого из неизвестных. Значит, сказано следующее, что в этом решении каждая из неизвестных представляет собой дробь, в знаменателе которой стоит определитель системы, то есть d. Вот он находится. А в числителе определитель такой системы, который получается из матрицы системы, после замены в нем соответствующего столбца коэффициентов на коэффициентов при вычисляемом неизвестном. И заменяется он на столбец свободных членов. Вот видите, здесь первый столбец в матрице А заменяется на B1, B2. А в этой матрице второй столбец заменяется на столбец, состоящий из B1, B2. И тогда получается, что вот эти формулы называются формулами Крамера для системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Теперь надо рассмотреть особые случаи, когда d равно 0. И тогда мы на d не можем разделить. И показано, мы этого делать не будем, что если при условии, что d равно 0, и дополнительно либо один определитель d1 или d2 отличен от нуля, все равно какой, нам безразлично какой, то такая система несовместна, то есть не существует такой пары чисел, которая удовлетворяет каждому из этих уравнений. А второй случай, это случай, когда оба определителя равны нулю, и d1, и d2. В этом случае система неопределённа, то есть у неё существует бесконечное множество решений. А теперь мы с вами после рассмотрения теоретического этого вопроса перейдём к рассмотрению примера. Теперь решим пример, который иллюстрирует применение изложенного метода по теореме Крамера. Значит, пусть задана система двух уравнений 3х1 минус 2х2 равняется 12, 5х1 плюс х2 равняется 7. Значит, для того, чтобы ответить на вопрос, система эта совместна или нет, и сколько у неё существует решений, для этого вычислим вначале определитель системы. Обращаю ваше внимание, что вот этот d, определитель, элементами которого являются коэффициенты при неизвестных, 3, минус 2, 5 и 1, и называется определителем системы. Вычисляем этот определитель второго порядка по тому правилу, которое было сформулировано выше. То есть это произведение элементов в главной диагонали 3 умножить на 1 минус произведение побочной диагонали минус 2 на 5. То есть всего определитель равен 13. Самое главное, что этот определитель не равен нулю. И, следовательно, система имеет единственное решение в согласии с теоремой Крамера. А для того, чтобы найти это решение, нужно вычислить два определителя d1, который получается из определителя системы после замены в нём столбца при неизвестных x1 на столбец из свободных членов. Видите, вместо 3 и 5 стало 12 и 7. А элементы второго столбца, минус 2 и 1, остались неизменными. А теперь вычисляем этот определитель второго порядка по известному правилу. Произведение элементов в главной диагонали минус произведение элементов в побочной диагонали. Всего получится 26, потому что 12 плюс 14 – 26. И, наконец, второй определитель. В нём элементы первого столбца остаются неизменными – 3 и 5. А элементы второго столбца заменяются на элементы свободной члены – 12 и 7. Ну и опять же, произведение элементов в главной диагонали – 3 на 7, минус произведение в побочной диагонали – 12 на 5. Всего получается минус 39. А дальше вычисляем по формулам Крамера. Значит, х1 равняется дроби, в знаменателе которой стоит определитель системы – 13, а в числителе тот определитель, который получается из определительной системы после замены в нём первого столбца на столбец из свободных членов, то есть 26. Значит, 26 на 13 – это 2. И ровно то же самое с неизвестной х2. В знаменателе стоит определитель системы, а в числителе тот определитель, который из него получился после замены в нём элементов второго столбца на элементов на свободные члены. Получается минус 39 на 13 – минус 3. Таким образом, мы получили решение. Ну, я рекомендую в таких случаях всегда всё-таки сделать проверку. Подставить вместо х1 двойку, а вместо х2 – минус 3. Если поставить сюда будет 3 на 2 – 6, и здесь минус тройка будет 6 плюс 6 равно 12. А здесь вместо х будет 5, минус х3 как раз… 5 на 2 – это 10, минус 3 – это как раз 7. То есть мы с вами решили систему правильно. А теперь сейчас нам с вами следует рассмотреть систему трёх уравнений с тремя неизвестными. И опять же в общем виде, где и коэффициенты, и свободные члены могут быть любыми числами. Но для того, чтобы перейти к рассмотрению такой системы трёх уравнений с тремя неизвестными, мы сейчас с вами начнём подготавливать аппарат для решения этой задачи. И здесь нам потребуется некоторое время для введения новых понятий, которые необходимы для решения систем трёх линейных уравнений с тремя неизвестными. И поэтому мы с вами рассмотрим сначала, введём в рассмотрение матрицы третьего порядка. Обращаю ваше внимание, что матрицей третьего порядка называется прямоугольная таблица чисел, имеющая три столбца и три строки. А числа, составляющие эту матрицу, называются её элементами. Ну и для того, чтобы нам ввести понятие определителя для матрицы третьего порядка, нам потребуется ещё два дополнительных понятия. Первое из них – это понятие минора. Проделаем следующую операцию. У нас в матрице А всего, как вы видите, девять элементов. Выберем произвольно всё равно какой элемент, ну, например, А1-2. И вычеркнем тот столбец, в котором он стоит, и ту строчку, в котором он стоит. Тогда получится матрица уже второго порядка, состоящая, имеющая два столбца и две строки. Вот какая матрица будет. А2-1 – это вот этот элемент, а это 2-3. Потом А3-1 и А3-3 – они здесь стоят. Так вот, тот определитель, который получается при этом второго порядка, называется минором. При этом обращаю ваше внимание, что внизу пишется обязательно индексы, по которым он составлен. То есть М, а здесь 1-2, потому что мы с вами выбрали элемент А1-2. Если бы мы с вами выбрали, ну, например, элемент А1-3, мы бы вычеркнули первую строчку и последний столбец, и получили бы вот такую матрицу. А определитель этой матрицы назывался бы уже минором со знаком А1-3. Ну и так далее. Любой элемент мы можем выбрать, вычеркнув в соответствующую строку и столбец, как вы понимаете, так как всего элементов 9, то мы с вами получим 9 миноров. И всегда, обращая внимание, обязательно писать здесь индексы, потому что минором элемента А и К называется определитель, минором элемента А и К матрицы третьего порядка, называется определитель матрицы второго порядка, получающегося из данной матрицы вычеркиванием и той строки, у нас была единица, и К того столбца, то есть второго столбца, на пересечении которых и находится этот элемент. Ну вот. После того, как мы с вами ввели понятие определения минора, сейчас дадим следующее важное определение, понятие алгебраического дополнения. Алгебраическим дополнением элемента А и К обязательно нужно указывать элемент, элемент А и К матрицы третьего порядка, называется число, которое равно произведению минус двух чисел, минус единица в степени И плюс К на минор элемента А и К, этого же самого. Обращаю ваше внимание также на то, что алгебраическое дополнение элемента А и К может отличаться от минора только знаком. И зависит это от того, сумма И плюс К является четным или нечетным. Если эта сумма есть четное число, то алгебраическое дополнение попросту совпадает с минором. Если же это число нечетное, то тогда алгебраическое дополнение отличается знаком. И вот после введения понятия алгебраического дополнения мы с вами можем дать определение понятия определителем матрицы третьего порядка. Значит, определителем матрицы третьего порядка называется число, которое равно сумме произведений элементов первой строки, видите, на соответствующие алгебраические дополнения. Здесь то же самое. То есть алгебраическое дополнение элемента А1.1, А1.2 и А1.3. Как вы видите, индексы у А малых и у А больших совпадают. И это есть определение определителя третьего порядка. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, а почему в определении выбрана именно первая строка? А почему чем хуже вторая строка или третья, или тем более столбцы? Почему нельзя по столбцам? Здесь мы через некоторое время с вами узнаем, что оказывается, что все величины такого типа совпадут. То есть определение определителя можно было дать и по второму столбцу, и по третьей строке, и все эти определения дадут одно и то же число. Ну, значит, после того, как мы с вами дали определение определителя третьего порядка, следует заметить, что фактически вычислять по этой формуле определителя третьего порядка можно, но немножко громоздко. И существует правило, которое гораздо проще приводит к цели вычисления определителя третьего порядка, и это правило называется правило треугольников. Вот сейчас мы с вами перейдем к рассмотрению правила треугольников. Перейдем теперь к изложению правила треугольников для вычисления определителей третьего порядка. Это правило состоит в следующем. Для его демонстрации начертим два вот таких определителя, в каждом из которых вместо элементов просто точечки. Итого в каждом определителе по 9 точек. Теперь правило состоит в следующем. Перемножаются сначала элементы стоящие на главной диагонали. А потом перемножаются элементы, которые стоят в вершинах двух треугольников, основания которых параллельны главной диагонали. Вот. И берется третий элемент, который находится в противоположной вершине. И второй треугольник. Основание его параллельно главной диагонали. И еще берется элемент из противоположной вершины. Все эти три произведения берутся со знаком плюс, а затем минус, произведение элементов в побочной диагонали и два треугольника, основание у которых параллельно побочной диагонали с противоположной вершиной, и второй треугольник по тому же самому правилу. Для того, чтобы проиллюстрировать применение этого правила и вам лучше его усвоить, решим такой вот пример – вычислить определитель третьего порядка. Элементы его 2, минус 1, 1, 1, 2, минус 3, 1, 1, минус 1. Ну и в согласии с изложенным правилом мы должны перемножить элементы главной диагонали 2, 2, минус 1. Вот это произведение из трех сомножителей. Затем берутся два треугольника, минус 1, 3, 1. Вот это второе произведение. И, наконец, третий треугольник, раз, два, три. Вот это единица на единицу и на единицу. Затем минус произведения элементов в побочной диагонали 1, 2, 1. И два треугольника, минус 1, 1, минус 1, вот, на минус 3, 1, 2, вот. Ну, вычисляя каждое из этих произведений, мы получим, соответственно, здесь минус 4, здесь 3, здесь единицу, здесь минус 2, здесь минус 1, а там 6. Ну, и когда сложим все эти числа, получим, в конце концов, 3. Вот так вычисляются определители третьего порядка по правилу треугольников. Теперь, после того, как мы с вами рассмотрели вопрос о вычислении определителей третьего порядка, просто обращаю ваше внимание, пока вы знаете два способа. Это по определению и способ треугольников. А теперь мы рассмотрим следующий вопрос. Матрицы и определители высших порядков. Матрицы и определители высших порядков. Делается это вот для чего, чтобы вы понимали. Н линейных уравнений с Н неизвестными. Мы-то с вами решили задачу только для двух уравнений с двумя неизвестными. Через некоторое время решим задачу решения системы трех уравнений с тремя неизвестными. А затем мы с вами сформулируем правило решения Н линейных системы, состоящей из Н линейных уравнений с Н неизвестными. Продолжение следует...